ребятки всем привет вы как всегда на канале семья на чемоданах с вами я славян мы сегодня проснулись с невероятным видом я сейчас вам покажу ух сегодня погрузимся с вами в новый выпуск на сегодня ждут интересные моменты первым делом мы сегодня поедем на таможню и будем решать вопрос с машиной также посмотрим отель в котором мы остановились и куча куча будет всего интересного так что ставьте лайки пишите комментарии обязательно досматривайте выпуск до конца все важные нужные ссылки есть в описании к этому видео ролику и конечно же погнали это наш вид это наш балкон на минуточку второго этажа посмотрите какие красоты здесь у нас горы там если мы чуть пройдем мы уже увидим море посмотрите любимая средиземочка мечеть снежная вершина вот она красавица общая эти скалы кемер скину как же классно вот пожалуйста это открытый бассейн отель викинг-стар пятизвездочный все включено и люди уже завтракают и мы сейчас тоже уже пойдем на завтрак посмотрим что сегодня нас ждет посмотрите какая панорама какая красота с балкона открывается о того морюшка ой ребятки красота что творит компания викинг на кемерском рынке вот такие вот отели с такими видами класс вот это невероятно сейчас собираемся и идем завтракаем а потом уже отправляемся на тамошню мы уже спустились идем на завтрак и мне очень нравится здесь такая история смотрите брекфаст 7 до 10 а потом в 10 начинается же второй завтрак из первого переваливаешься во второй прикольно ладно пойдемте посмотрим что у нас здесь его петрушки петрушки и колбаски нарезки а ну вот пожалуйста есть омлеты о это же эти вкусные палочки слушать это пирог сыром и здесь он сыром давайте парня накладывается ну какое утро без кофе посмотрите помимо всяких яичниц есть еще такие вот запуски это мюсли всякие хлопья чисто для детей рай мармелады есть еще формочки куда можно положить различные различное варенье посмотрите сколько в а я я вообще обведение так но здесь уже здорово и правильное питание как мы любим говорить папе нет это не попить пиво это правильное питание он всякие что это гранатовый кислый соус уксус ну супер вообще здесь вот закуски там выпечка ладно я хочу есть а то сейчас пока для вас снимаю с голоду умру разнообразие и конечно это безумно хорошо но как эти знаете глаза вы разбегаются чего брать чего не брать да это конечно супер ну и в целом отдохнуть от готовки учитывая что с большая семья готовить приходится много большими порциями здесь вот наслаждаемся что за нас приготовили мы конечно переживаем но нужно ехать и едем на таможню погнали ребята нам снова помогают с трансфером до таможни потому что отсюда добраться будет целая история вот еще дима нам поможет с переводчиком даст нам девушку которая а вот она уже с нами едет которая нам там будет переводить и это конечно вообще класс и кстати трансфер они предоставляют вообще абсолютно всем кто приезжает к ним быстро по пути заезжаем в банкомат зиратовский потому что на таможне принимают только наличные деньги мы посчитали нам примерно нужно будет за парковку заплатить где-то 4 500 тысяч или то что машин там стояла почти три месяца но какая будет точная сумма уже узнаем чуть попозже опять-таки мы проконсультировались с юристом вы видите такая стопка денег по проконсультировались с юристом с таможенником который работает значит на таможне опять-таки вот через диму и он нам сказал на какую статью сосылаться чтобы написать заявление мол можно машину и будет забрать и продлить и покататься как бы пока что пока мы ждем внж как она будет работать я пока не знаю вот собственно сейчас едем чтобы все узнавать мы на таможне сейчас пойдем узнавать что и как можно ли продлить либо можно будет забрать до внж согласно законам мы обязаны податься на внж в течение 10 дней так как нас запустили и мы это сделали сделали соответственно согласно сейчас этому бланку этому документу будем просить вернуть нам тачку до этой даты но получится ли нет пока непонятно мой ребята вы не поверить смотрите наши красавица стоит блин как мы скучали по тебе я надеюсь сейчас это получится хоть что-нибудь сделать я очень-очень надеюсь кстати говорили что здесь типа загруженность а по факту получается что парковка то вообще пустая русских номеров очень много вообще прям через одну наверное вот дима в этой компании работает викингов насколько у них там все четко сделано что вот юристы переводчики везде есть связи везде помощь от самого любого момента там в подборе недвижки до по их объектам уже после покупки полнейшее запровождение это конечно вообще классный просто тут эту человеческая помощь для нас учитывая что есть как раз юристы переводчики это супер именно сейчас здесь важно сказать кто такой дима и вас познакомить дмитрий который все организовал дима этот человек который вот это все организовал и он нас встречал в аэропорту у нас когда была мл-ка вы помните мы получали номера на 75 регионик нам вообще все подходили все чтинские ребята кто где-либо находится всегда подходили и узнавали как своих у димы на машине почти 75 регион 38 для тех кто не знает это иркутские номера но это так сказать рядышком почти земляки вот на самом деле с турции случается у людей любовь по-разному у нас случилось восемнадцатом году я уже неоднократно про это говорил когда мы сюда приехали как раз в бильдиби в отель и вот эти вот виды понимаете они все они прям западают в сердце и ты не можешь никак без них жить плюс это постоянная теплота апельсины мандарины фрукты овощи ну и плюс заключается в том то что вот ты можешь тачку сюда пригнать и на два года ее здесь тормознуть после получения внж и у димы примерно такая же случилась любовь с турции расскажи свою историю мы приехали с супругой тоже два года назад первый раз в турцию приехали как туристы да так вот вы тогда но и настолько влюбились в эту страну да то есть настолько нам понравилось что здесь почти ну или не почти может как европейская страна да но при этом все достаточно было дешево да то есть фрукты и овощи там сама жизнь квартиры два года назад они были намного намного дешевле ну да сейчас мы же два года назад тоже там интересовались выбирали а потом что-то это вот и соответственно после того как мы здесь на отдых съездили мы стали задумываться в принципе о переезде в теплые страны ну и в частности сюда в турцию и сегодняшний день да то есть это оказался наверное такой самый простой вариант достаточно близко нашей родине и действительно можно сесть на машину спокойно проехать заехать получить здесь внж и жить два года находясь получается официально легально кстати и нас предупреждали о том то что в таможне сейчас все изменилось раньше на входе дядька работал по-русски говорил сейчас уже такой опции нету сложно понимать поставили терминал где ты получаешь чек все происходит электронно и уже нет никакой суеты здесь живой никого очереди нету даже видите поставили две новых беседки тоже такой опции не было а вот по поводу номеров вдруг вы смотрите наш канал и тоже переживать за свою машину вот челябинск подмосковье 39 калининград вот русские номера сейчас ребята пока мы стоим в очереди ждем когда нас позовут в окошко мы берем диму я беру вас и хочу показать вам очень интересную недвижимость которую продают ребята поверьте это не та недвижимость которую вы возможно видели там анталийскую аланий ска вот эти вот муравейники короче поехали покажу то что я беру вас с собой берем дима очень там все будет показывать и рассказывать раньше было еще проще да то есть раньше спокойно давали внж по аренде сегодня дела обстоят так что там по аренде там 90 процентов это что будет отказ соответственно какие варианты да есть то есть есть возможность например показать сегодня квартиру которая подойдет под внж это самый дешевый вариант который у нас сейчас от 75 по моему до от 75 до но так как мы строим новые до новое жилье то есть вторички практически нету да то есть или в если которые вторичка была ее достаточно быстро разбирают то тот вариант который мы сегодня приехали он тоже не будет бюджетный да то есть надо понимать что все все новостройки сейчас они достаточно и из-за того что материалы там здесь же важно сказать что мы находимся в кемере как сказать самый престижный город вблизи анталии вообще кемера это элитный пригород анталии желается то есть все состоятельные жители анталии до сами турки они имеют здесь какую-то загородную недвижимость вот ну и очень много иностранцев европейцев частности тоже здесь покупают недвижимость поэтому цены здесь не низкие но чуть-чуть дешевле чем самой например анталии и здесь сама застройка очень сильно отличается например от аланийской если аланийская застройка и такие некие муравейники и человейники да то здесь вот как в даче помните мы когда там жили это вот прям идеально и вот здесь вот мы сейчас находимся на объекте вот первое что бросается вот в глаза это вот пожалуйста всего лишь три этажа здесь это блок b я уже вижу и блок наверное а да вряд ли начали строить c здесь басик вот а когда он сдается этот блок этот корпус ну и вообще в целом комплекс будет сдан в течение месяца это получается здесь ну так же будет спортзала какие-то да вот эти вот все истории которые любят наши из-за того что в кемере малоэтажная застройка не такая как в алании дату здесь скажем так не позволительно строить не то что не позволить не позволительно дорого строить комплексах свою инфраструктуру поэтому для покупателей недвижимости компания викинг она предлагает пользоваться инфраструктурой отеля то есть сауна тренажерка хамам открытый-закрытый бассейн без проблем можно использовать если у тебя есть квартира здесь я кстати в курсе этой темы уже я даже знаю что вот этот шведский стол это все включено можно тоже купить себе абонемент бассейн покупался бицуху накачал в сауну все скинул и приехал домой отдыхать здорово а вот это шоу это уже люди заселили живут не в терпешком она была ну да теоретически комплекс он уже готов подключен то есть осталось сделать озеленение территории запустить бассейн и все то есть он уже готовый а ну и бассейн и для взрослых и длина конечно там территорию вокруг убрать осталось это будет вот в течение месяца это все будет а что внутри мы можем посмотреть на конечно пойдем в гости вот сюда на первый этаж извините мы хотим посмотреть вот прям как точно будет так ладно погнали во внутрь подъезд заходим велкам как говорится здесь всего четыре квартиры на этаже есть лифтер есть лифт но не все квартиры с ремонтом уже идут это прям вообще классный плюс вот вы заезжаете вам не нужно так какую плиточку о слушая можно например смотри вот застройка я например не хочу чтобы такая плитка была можно это в индивидуальном порядке изменить это можно но лучше конечно это делать на ранней стадии до того как уже положено если то есть у нас есть еще строящиеся комплексы которые еще буду сдаваться там череду как бы свое хочу можно внести конечно да то есть мы можем потом зайти в квартиру где собственники захотели свой там зеленую хату сделать реально она зеленая честный стиль квартира класса один плюс один это полноценная однокомнатная квартира то есть заходим сразу видно встроенный шкаф и цвет цветов как он сейчас от модный это лофт и как он коричневый правильно называть здесь на входе душевая так что то здесь не хватает нет всего хватает то есть у нас во всех квартирах выведены трубы под отопление и под здесь частности полотенца сушитель уже сделать вот здесь всего хватает здесь будет еще стиральная машина а вот вот комната там нужно зайти сразу в спальню вот смотрите с матрасами хорошими матрасами вот спина даже болеть не будет в этой квартире вид конечно классный на сосны сосны и вот если немножко оттуда посмотреть там вид еще на гору олимпус или тахтала но сейчас сегодня не вид гора и да у нас ведь как затянуло да ну вот весь двор здесь парковочные места же да будет правильно вот супер здесь будет озеленение представляете в общем включаем воображение кровать мягкие подголовнички проблем с хранением там каких-то вещей не должно возникнуть супер достаточно просто заезжай и живи вот все есть вторая комната то есть основная комната кухня гостиная всю технику также установят частично привезли кондиционер сейчас это все а то есть они ставят в каждой комнате все как надо полагается в каждой комнате кондиционер соответственно здесь посудомоечная машина это будет стоять конечно конечно все включено то есть в том-то и прикол что не нужно потом бегать искать выбирать отбирать забирать поэтому достаточно грамотно все сделано все под ключ и потом даже будут еще шторы висеть и люстра тоже и обратим внимание еще есть даже мебель и 2 балкон и 2 балкон вот мебель все естественно это все убирается будет все вырезанное просто то есть это да ну вот сами видите да здесь все ведется строительство еще по улучшению финальная стадия так сказать даже по упаковке стульев можно понять что мебель качество холодильник тоже будет стоять конечно даже подарок было будет видите будет наполнена до конца так то купит квартиру потом отпишитесь наполнили здесь мы нет это самая важная деталь вот в квартире вот самое понятно вот смотри теперь по цене да то есть самое важное на сегодняшний день цена этой квартиры но если мы говорим допустим о прайсовой цене в районе 200 тысяч долларов но так как у клиентов всегда есть возможность прийти и купить напрямую в компании да то есть у застройщика без агентства недвижимости без посредников напрямую то можно получить достаточно хорошую скидку в районе там десяти процентов тебе получается напрямую могут прийти ну да то есть прийти через меня в компанию то есть вот это вот квартиры цена я думаю что в районе 180 185 можно будет ее забрать со скидкой а для наших зрителей для ваших зрителей со скидкой вот короче для наших зрителей вы говорите что вы от канала семян и чемоданах и вам будет скидка к одессе 10 процентов 10 процентов это долларовые цены это кстати них от европской евро доллара евро ну вообще они любят продавать давать видео в 200 тысяч рублей 200 тысяч для ваших клиентов 200 тысяч долларов минус 10 процентов 180 вот ну на самом деле 10 процентов ну как бы для любой недвижимости которая вас есть вот по нашему промо-коду семян и чемоданах это какой крутой бонус что скажете но двадцать или двадцать тысяч долларов хватит еще и мыло наполните если вдруг это скидка воспользует мыло наполните еще на крайняк мы были вот в этом блоке а вот вон на том балконе где мебель стоит и там вот один вид вот просто на деревья посмотрите какой здесь вид открывается мы чуть другой квартире и я кстати вот мы пока переходили этот задал такой вопрос а если например вот я не хочу такую мебель да вот вы тоже смотрите и так мне вот диван не нравится да и матрас мне не нравится такой хочу другой свой чистый кокос вот на самом деле можно купить квартиру вообще без мебели вот как здесь выхожить и обставить своей тем самым вы сможете себе просто дополнительную скидку выиграть примерно там 10 тысяч евро вот и уже пойти в магазин и самостоятельно приобрести мебели которую вам нужно но по мне так лучше заехать и жить но опять таки да кто-то хочет красный диван кто-то хочет там не знаю зеленый унитаз по-разному поэтому конечно можно взять такое эхо и не жить я еще добавлю да что на самом деле мы можем выбрать под клиента то есть мебель то есть условно говоря человек пришел в эту квартиру она сейчас пустая он ее хочет купить и мы можем поехать вместе в магазин и выбрать сопроводить да то есть выбрать всю технику и мебель которую он хочет и это от этого цена не изменится то есть укомплектовать как ты сказал там красным диваном и зеленым унитаза зеленым унитазом тоже без проблем вот что еще хотелось бы да там добавить вот ты задавал вопрос о том если здесь там квартиры за 75 тысяч долларов но наверняка вы тоже смотрите думаете блин здесь 200 а есть 75 а вот почему я должен покупать за 200 если есть за 75 но мне кажется это такой логичный вопрос я вот диме говорю ну какие вот прям вот основные пять плюсов вот точно ты ловишь именно при покупке здесь давай как бы тоже разберем понятно что допустим если у тебя нет 75 тысяч долларов ли и нету 175 тысяч долларов аж заикаюсь все равно вы все равно не будете покупать но если у вас есть такая сумма и такая сумма то как бы стоит подумать о плюсах какие ну да то есть человек например может сказать да а зачем я буду платить 200 если я могу там найти например что-то подешевле как правило если что-то где-то дешевле то это либо хуже качество либо хуже локация либо хуже окружение например вот да допустим возьмем вот этот комплекс три этажа да но условно да что можно сейчас купить за 75 я думаю ничего цены плюс-минус наверное если мы говорим там даже про мерсин они наверное от 100 где-то будут начинаться от 1 плюс 1 но сравнить да там высокоэтажную застройку мерсина и здесь до низкоэтажная застройка то есть здесь намного комфортнее дать в муравейниках жить во вторых вот эта близость к той территории сейсмоопасной да где землетрясение вот это сейчас стою кручу в голове вопрос ну да там может быть подешевле но а смысл если там опаснее да то есть кемер и вообще в целом анталии это самый безопасная территория вот в этой в этом контексте если мы рассматриваем потом да то есть близость природы то есть вот посмотри какой видно горы панорам панорамной горы зелень лес рядом то есть такие локации еще нужно на самом деле поискать да может быть там это сто процентов важно в мерсине там что-то дешевле но дома стоят там близко допустим не мерсина до бетон подожди да ну да я я тебе говорю то есть наш где еще дешевле то есть алания сейчас по цене такая же но это тоже бетон это тоже бетон такого природного прям место красивого чтобы было и горы и моря и тишина да то есть посмотри как тихо подождите слышите птицы поют птицы поют вот их здесь слышно здесь вот сейчас ветер у нас слышно как вот листва хотел сказать не листва вот ветки трутся друг об друга то в других местах конечно это не бросается в уши а еще немаловажно это качество воздуха да то есть здесь трафик низкий машин мало 10 раз все трассы далеко рядышком машины не ездят и ты выходишь и ты дышишь хорошим чистым воздухом пахнет апельсинами до вокруг сады апельсиновые то есть это это другое качество жизни ну конечно для людей которые у которых есть возможности купить подороже не надо меня оскорблять вот на самом деле я хочу сказать что у нас очень классные условия по оплате да то есть достаточно можно не платить можно платить всего какой-то первоначальный взнос в районе там 30 процентов условно говоря это уже 60 тысяч до а остальное взять беспроцентную рассрочку допустим там на два года или на три года а подожди даже я знаю такие такие как бы условия когда строится дом ты его покупаешь отрывали а здесь это возможно на готовые объекты то есть ты уже будешь жить и платить ты будешь ты будешь платить и ты получишь топов уже сова именение окей есть потерь смотри все же в жизни бывает я вот взял у вас недвижимость и ну у меня что-то случилось я не знаю youtube закрыли я больше не могу зарабатывать вот на за станок не пойду вот что что будем делать так как у нас постоянный поток клиентов да то есть и с отеля да то есть идут и ну просто через знакомых да очень много семей которые купили уже здесь квартиры нам не составит труда твою квартиру продать а я куда а как допустим в россии да ты взял ипотеку например не плачешь за квартиру теперь тебя что сделать я по то есть это все документально официально проводится что ты заключаешь на два года рассрочку и просто платишь за строящего да вот ну условия крутые вот прям 100 процент готовому жилью такого точно не но я просто расслышу да я знаю про котлован такая строящимся да но по готовому такого нигде не найдешь вот так что не зря вы сейчас смотрите этот выпуск понимаете еще есть плюс вот прям какой не жирный прям такой ну что мне например да конкретно еще нравится в кемире то что очень близко до большого городе же здесь купил очень близко до большого города дуала не дыра брала анталия то есть это город миллионник ты тебе нужно решить любые свои вопросы например там сервис на машину у нас педиатр допустим там свой частный есть любые вопросы продукты там еще что-то до чего здесь может быть нет но 40 минут езды и ты уже там у нас люди живут возят детей в школу то есть вот в каньялты до каньялты здесь ну там 30 минут да поменьше да может даже поменьше кто как ездит соответственно люди здесь живут в экологически чистом районе а привозят в анталию детей мучить здесь же бухты и чирала и до плюс и турецкие мальдивы острова круг здесь очень много мест ты можешь практически каждый день ездить и путешествовать фасилис олимпус до древние города мира и мира димре чирала химера то есть гора олимпус каньоны да там один в тимире один в гернике великолепное море чистейший мы этот берег весь проехали на машине в течение двух месяцев мы катались кто не смотрел выпуски посмотрите вот я точно знаю и уверен в этом что вот здесь самая наикрутейшая природа вообще ну пожалуй по всей турции просто где-то есть кусочек красивый там кусочек тут кусочек то здесь прям собрано огромное количество этих кусочков и это конечно да вот прям тот самый жирный жирный плюс то есть скучать вы здесь точно не будьте вы не будете так сидеть вот так вот просто ноги вот так здесь свесив и смотреть вот эти горы вы просто поднимите попу и отправитесь сто процентов в путешествие и еще я могу сказать что уже знаю очень много семей которые допустим побывали во всей турции до в разных частях а купили именно в кемере нужно лучше и еще я знаю много семей которые посмотрели в кемере отправились в другие места и вернулись сюда это говорит о том что действительно здесь место уникальное и поэтому она стоит ну и мы на самом деле не встречали вот таких людей которых но спрашиваешь вот путешествие спрашиваешь в кемере понравилось но не было таких людей которые сказать ну чё ты как-то там все говорят да вот там прям хорошо вот прям уникально это так кто не был прийтие обязательно тем более вы можете там не покупать сразу а просто приехать к ребятам в отель у них сеть отелей с какие у вас отели викинг старт рейкин но на бич викинг garden викинг парк и викинг апарт вот представляете заселиться там в любой отель а плюс ты говорил если ребята приезжают с целью покупкой квартиры осмотреться то они могут заехать в отель до более того компания встречает бесплатно в аэропорту размещает на три дня в свой отель делает тур по недвижимости но человек купил купил не купил тоже ни к чему это не обязывает но это работает да то есть люди действительно те кто приезжают они как правило заинтересованы и и на самом деле если у тебя есть финансы и ты увидел это посмотрел просто невозможно ну конечно конечно назначь что-то выберешь и себе подберешь и конечно вот про промо-код про наш не забывать нужно так будет еще выгоднее специальные специальные условия ну что же ребята вы можете нас поздравить мы снова остались без машины на срок но как минимум до 24 июля представляете мы продлили вообще машину она здесь будет стоять еще официально три месяца это капец как грустно но другого выхода у нас нету забирайте в течение семи дней покидать страну мы вообще не хотим мы все-таки хотим находиться здесь еще подольше попробовать получить внж получится не получится тоже не знаем но если что будем уже если будет снова отказ то уже получим значит бумагу на выезд из страны в течение семи дней и вот очень важно было ехать сюда на таможню с переводчиком и как раз полина нам помогла поэтому если вам нужен переводчик в турции то полина может всегда помочь правильно а контакт я оставлю в описании на самом деле вот в чужой стране это максимально важно потому что полина пришла сама это мне все перевела все поняли мы сколько раз или раз пять наверно подходили уточняли насчет растаможки будет или не будет нам все сказали нет все нормально она стоит в зеленой зоне и дни у машины не считается в общем переводчик юрист при вот таких вот моментов в чужой стране важно очень одни русские машины вот она смотрите еще на три месяца не надеюсь не успели зайти мы сюда в отель как пацаны сразу на стойку побежали населка хоть и чаечек сразу попить парни хотят и дозировки взять доме рожки а ты что будешь с папой бахнем по беру нет палькой папе нельзя папа не хочет мы пришли обедать все накрыто как говорится нас здесь уже все ждет все красиво все вкусно супы есть самое важное сейчас естественно взять суп сладкий стол пожалуйста сейчас нальем супчики вот а потом мы же будем разбираться со вторыми блюдами сначала возьмем что там за суп у нас супер и их говорится мы снова дома потому что пришли туда только пошли брать супы крик на всю улицу но и капец и в итоге родиона укусила пчела прям в ногу как тогда помню у меня было в дагестане просто в тапок заползла и видимо защищалась и укусила и мне тоже было в тапке тоже по моему в правой ноге вот сейчас укус начинает опухать пойдем по моим мы пока видите делали процедуры и мы решили прогуляться морю посмотреть где он находится вообще поздороваться так давно не виделись потрогать ножку намочить а может быть даже открыть купальный сезон на средиземочке да не навряд ли потому что мы в джинсах в кроссовках ничего с собой не брали вон только зашли пепси халявные взяли и пошли причем пепси не одно всем по пепси насенка он чай рвала халявушка а мне а ты грушу ешь вот смотрите вот это вот забор забор отеля собственно где мы сейчас живем а вот это вот такое ангары да это рынок рынок значит в турции по определенным дням здесь я не знаю в какой день недели но он точно проводится здесь вот представляете сюда можно ходить за решками за какими-то фруктами овощами бананчиками и так далее а мы идем на море и прям сразу же вот пожалуйста есть магазин бим сейчас будем гулять так сказать вот по центру кемера по такой достаточно туристической улице гулять посмотрите как все выглядит вообще кемер это очень классный город наша любовь с ним случилось еще каком-то году не помню 18 по моему когда мы как раз первый раз приехали сюда в отель и это здорово вообще он даже сейчас считается самым элитным пригородом анталии вот и многие сюда конечно переезжают здесь покупают недвижку и дима кстати тоже весь семьей они сначала хотели путешествовать потом поняли что это угу-гу как дорого особенно было в том году платить за жилье и они здесь себе купили квартиру и живут собственные развиваются именно в кемере так ну вот пожалуйста смотреть этот мечеть которая видна из нашего окна базар магазин flow там банкоматы де-факто большой мигрос кстати вон он даме роща сейчас сейчас дорогу переходим подожди вот поближе подошли большой мигрос пожалуйста здесь english home ну все прям красота вот эти виды вплотную подошли мы к этой мечети вай так растенками рожка потрясающе о кстати вон оси вайкики даже есть пожалуйста начинаем двигаться видите вот такой улочки здесь все прям вон магнитики магнитики игрушечки открыточки все рассказать для туристов от игрушки вот пожалуйста все как я люблю в кавычках в долларах да ну здесь это все-таки такой город туристический верю очень много любят европейцы любят наши соотечественники она вот этой площади последний раз мы были как раз в восемнадцатом году сейчас я фотки прикреплю здесь как раз мы фотографировались детвора еще была такая маленькая маленькая вот прям возле вот этой вот ратуши делали фотки какой здесь мини-парк верблюды бараны и и это там море смотрите какая пальма артем говорит папа смотри какая пальма волосатый я греха дагестанская бородатая пальма а еще здесь цветет вот это растение не знаю как называется как ноги в общем растение ноги пахнет ого-го вот это вот вся улица вот наделенная этим запахом так здесь мост и видим какая-то речушка тут течет футбольный стадион блин вот когда люди занимаются вот так вот с этим в этом я про это сколько раз говорю и когда у тебя вот такой вот вид стритки и вершины сто процентов заниматься спортом и еще приятнее но и мироша рвань растет вообще просто все нервы выпил как комар какой-то наш так мироша пытается давай здесь помогу тебе давай иди сюда вот эти парапеты преодолеть давай 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 смотрите смотрите мало и молодец так 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 аккуратно сын подожди давай давай не 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 надо засранится пап давай слушай стой стой смотри там какой обрыв ты чего руку опа тише да папа давай залазь об молодец тихо смотри куда идешь еще руку вырывается засранец какой ну собственно вот вот сколько мы сколько мы шли на пять минут пять минут это там при условии что мироша не идет он ползет вот такой вверх дном и вот вход халка чай бичас основанный в 2019 году я посмотрим как выглядит пляж там он детские площадки но это традиционная история в турции так горы горы нам туда вот в эту двойную арку мирошку вот уже видите определили вот море вот она вот она сейчас дойдем до пляжа обязательно сейчас немножко покатаются что она здесь лаунч зоны прикольные кафешка мороженку продают фонтан правда пока не функционирует блин у меня больше всего вот этот вид прям мы на мосту хочу показать вам вот эту реку так называемую да и такие бетонные сооружения по бокам это вот когда видимо не погода сходят стой 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 ухты мирошка и и просто сходят сели и вот огромный поток наверное выходит туда вот в море так ну что вот мы на пляже ай красота красота ребята да галька это кстати галька это хорошо супер лежачки навесики и какое спокойно море здесь море вот кемере чирала вот этот весь район самое чистое вот прям сто процентов вот где мы были здесь вообще идеально там марина класса и дождик пошел да да это ну круто да надо было судебы сезон открыть на средиземке но увы нет но думаю что ноги намочить можно вот настенка правильно сказала как же я отвыкла от спокойной волны этого мне океан вот это да какое бодрящие не я такой очень сильно люблю это не парное молоко это бодрящие море и какой цвет до прозрачность писающая какая красота все ну да после океана это разница большая а еще когда галечный пляж то детям всегда есть чем заняться они бросок берут бросают и нет опасения что какая-то волна сильная захлестнет они все намочатся нет моря барахтается там само по себе да мироша вообще с 1 апреля здесь в турции уже официально открывает сезон ну естественно на анталийском берегу прям сто процентов а пляже еще толком то и не готовы ну сами видели да только все готовится я думаю что вот прям плотничок будет наверное с первого мая здесь будет прям людей ну и конечно же залетели волоси вайкики это прям традиционно вот купили на стенке футболку но долго не получилось потому что у нас козявочка мирошечка вот так вот тебе на что конечно же и наши сладкоежки папа наш с мироши набрали полную тарелку десерта вкусненько мироши спада пробуешь все короче облизывает пробует оценивает радион наелся тортиков взял все яблочко а еще тортик не ешь артем убежал за третьим кусочком короче как чего поняли да давно мы не были включена хотел сказать что мы наелись на самом деле нет мы вообще объелись пацаны объелись хочу вам показать как смотрится отель с высоты нашей башни пойдемте на балкон посмотрите там все подсвечивается это собственно центр кемера вот видите вот ратуша как здесь здесь красиво гляньте какая красота мечеть тоже подсвечивается гора вершина смотрим вниз и видим красоту все красиво 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 естественно эти цвета переливают сейчас зеленый будет чуть попозже другой цвет вот этот устанавливают сцену здесь живая музыка каждый вечер часа попозже все покажу люди ужинают мы тоже только что пришли с ужина посмотрим что у нас в той стороне давайте покажу вам эту часть кемера горы тут только виды море сейчас здесь начнется разгуляй когда тоже с балкона покажу вам как здесь все происходит но движуха здесь такая нормальная по вечерам и днем и утром три раза по моему я видел чистят бассейн для того чтобы гости отеля ничего не поцепили и все было них хорошо и прекрасно забота забота это главное абсолютно разные звуки как им такое сочетание да и такое бывает ребят я думаю что меня уже почти не видно поэтому под этот микс звуков я буду с вами прощаться до нового выпуска ставьте лайки пишите комментарии обязательно пересмотрите предыдущие видеоролики ведь они очень получились классные захватывающие они точно ждут вашего просмотра все самые важные ссылки я оставил в описании к этому видеоролику переходите подписывайтесь на нас в цене и в группе во вконтакте пока кто-то во время и же Продолжение следует...